О чем думают спортсмены? Яичница с сосисками. Как сосисная развирается. Очень вкусно. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами шоу Олег Вакамоли. Сегодня мы находимся практически в фойе служебного входа в дворец спорта Юбилейный. Я занималась фигурным катанием в детстве. Достаточно продолжительное время. Вот здесь висело расписание, которое писали от руки на доске. Теперь прогресс шагнул далеко вперед. Вы можете посмотреть, как на мониторах выглядит расписание совершенно по-другому. Вообще многое изменилось. Интересное у меня сейчас ощущение, как бы вернуться на 25 лет назад. У нас действительно гость солидной величины, не в плане комплекции. Выход на лед тренировочного катка, дорогие друзья. Что осталось неизменным, так это дверь, за которой скрывается арена тренировочного катка Дворца спорта Юбилейный. Ничего не изменилось. Итак, возможно, кто-то из вас уже догадался, кого мы будем сегодня снимать. Очень популярная у поклонников фигурного катания спортсменка Елизавета Коктамышева. Здравствуйте! С вами шоу Оли Глакомоли, выходящее при поддержке сайта «Спорт день за днем». Я его ведущая Милана Орехова. Сегодня у нас в гостях императрица мира фигурного катания Елизавета Коктамышева, чемпионка мира, чемпионка Европы. Мы сегодня будем готовить трио тартаров. Это будет тартар из лосося, тартар из тунца, тартар из гребешка. И все это будет лежать, каждый из этих тартарщиков будет лежать еще на тартаре из авокадо. Я обожаю рыбу, я обожаю японскую кухню. И все разновидности тартара, естественно, тоже обожаю, как и сырое мясо. Поэтому я очень обрадовалась, когда узнала, что мы будем готовить именно это. Поэтому давайте быстрее начинать. И я надеюсь, что мы сможем это потом все скушать. Кстати говоря, ни разу не было невкусного блюда. То есть всегда с большим удовольствием съедали все вместе. Ну, что-то всегда бывает в первый раз, поэтому я надеюсь, что это нечего. Сегодня такого не будет точно. У нас сегодня прекрасная компания из гребешка, тунца и лосося. Они у нас такие с азиатским немножко уклоном. У каждого представителя, так сказать, белка, который мы видим сейчас на этой тарелке, будет свой маринад с такими некими нюансами вкусовыми, которые, на мой взгляд, лучше всего подходят. Гребешок мы сделаем с васаби, соком лайма и укропом. Тунца мы сделаем с кунжутом, зеленым луком и терияки. А лосося мы сделаем с лимонным соком, зернистой горчицей. Я, да, поговорила уже с нашими продуктами. Обычно я разговариваю с продуктами. Это секрет, кстати, чтобы получилось вкусное блюдо, нужно готовить его с душой. Поэтому нужно разговаривать. Частичка души должна передаваться, в том числе, продуктам. Мы начнем с того, что я дам перчатки, и мы начнем авокадо мучить. Я, на самом деле, рассчитывала, что вас называть передачей Оли гуакамоле, что мы будем готовить гуакамоле. То, что я обожаю гуакамоле. А мы сделаем тогда вместо тартара, мы сделаем подложку для тартаров. Как гуакамоле, мы не будем туда кинзу добавлять, но мы добавим туда сок лайма и авокадо. Для начала мы почистим авокадо. Вот сначала мы его режем на половинки, снимаем с него кожицу. И у меня будет такой первый вопрос. Мы уже на катке немножко успели поговорить. Куда так быстро? Я буду быстро, а вы можете медленно. Не все же наоборот должно быть, как на катке сегодня. Достаточно легко с него снимается шкурка. Какое авокадо свежее нашли в такое время? Офигеть. Есть ли какие-то те, на кого ориентировались в детстве, может быть, спортсмены какие-то прошлых лет? Никогда не было. Я, если честно, была не совсем фанаткой фигурного катания. То есть меня отправили родители не потому, что они любили так сильно, и потому что я там любила. Нет, просто энергию убивала и более-менее адекватным человеком становилась после тренирования. То есть на катании такой был выброс, да, энергия, адреналина и просто такое занятие, да, детское, которое потом переросло уже в дело жизни. Да, ну то есть у меня в течение всего времени никогда не было кумиров и нигде даже фильмов, не музыки. Там был бум у всех, я думаю, где-то в 2002-2004, когда все слушали Tokyo Hotel. Но я думаю, раз ты слушаю, значит, я тоже послужу таких hotel. Ужас, да, правда? А кто выбирает музыку для программ? Музыку для программ выбирается нашим тренерским штампом. Ну, прислушиваются к пожеланиям спортсмена. То есть я не буду никогда катать программу под музыку, которая мне не нравится. То есть у меня, ну, принцип, если я катаюсь, я все-таки давно катаюсь уже, и у меня принцип получать наслаждение от того, что я делаю, как я могу получать наслаждение, если мне не нравится музыка. А бывает, что расходятся вкусы? Ну, конечно, бывает, но в любом случае мы находим тот вариант, который бы всех устраивал, в том числе и меня. Но иногда Алексей Николаевич идет на уступки, потому что кататься все-таки мне, и он... Мы сегодня очень боялись, что у нас выгонят во время съемок на катке вообще, впрочем, так скажем, но... Он суров бывает. Повезло, да, я в свое время занималась фигурным катанием как раз в Дворце спорта юбилейный, и Алексей Николаевич уже тогда, естественно, тренировал. Это был конец 80-х, начало 90-х. Он был суров и тогда, так скажем. Тогда он был еще более суровым. Да, потому что сейчас все-таки с возрастом он стал более мягок, еще мудрее, насколько это возможно. Он, насколько я знаю, очень такой достаточно... слывет гурманом. Да, он обожает вкусно покушать. Учил ли, может быть, там что-то приготовить? Или, может быть, вы вместе куда-то ходите в рестораны? Нет, не учил, но иногда на сборах, когда мы ездили в небольшой компании и жили в апартаментах, он готовил для нас ужин, там супчик, мяско. У него есть какое-то коронное блюдо? Мне кажется, у него все коронные, потому что он действительно очень хорошо, вкусно готовит. Я хочу, чтобы... Извините, пожалуйста, я, Алексей Николаевич, да, подожду. Основная проблема, которая возникает у любого человека, который приходит покататься, никогда не занимался этим профессионально с детства, это как двигаться по льду спиной вперед. Ой, это на самом деле очень сложно для начинающих. Может быть, просто хотя бы мы сделаем пару кадров, я-то могу, но вот хотелось бы показать мастер-класс от чемпионки. Ну, в принципе, начинается все просто с умения стоять, стоять на коньках и медленно-медленно катиться задним подом. Потом вот такое вот упражнение идет, фонарики называется, когда нужно немножко присесть и фонариками отталкиваться. Но лучше изначально держаться за бортик или за пингвинчика, или кто-то там всегда есть на катке рядом. Дорогие друзья, вот несколько лайфхаков. Бортик, какой-то привлекательный для вас спутник, который может служить вам опорой, пингвин, из-за которой на Новой Голландии целые драки среди родителей. Как вообще пришли в фигурное катание и почему решили остаться, если было сложно? А сложно наверняка было. Да нет, сложно не было. Я подружилась с девчонками с фигурного и не хотела с ними расставаться. И в итоге пришлось прийти на каток, чтобы видеться, разговаривать, болтать, смеяться вместе с ними. И родители с удовольствием не отдали, потому что я была очень активным ребенком. И все. И, собственно, я там бегала, носилась и за год как бы обогнала уже тех, кто были старыми. А во сколько лет на лед пришли? Пять. Пять. Вот я начала в четыре, но закончила в тринадцать. Наверное, мне не хватило немножко запала, поэтому я теперь хоккеист, а Елизавета чемпион мира и Европы по фигурному катанию. Какое коронное блюдо есть у вас? Яичница с сосисками. Так, вопрос про завтрак сразу отпадает, значит, на завтрак вы почитаете именно это, да? Блин, у меня только на завтрак коронное блюдо. Ну, даже не знаю, я не так часто, не так много готовлю, но если готовлю, то получается, ну, собственно, неплохо. Я делаю курицу там со всякими прибамбасами, может, курицу терияки и всякие пасты, ну, то есть итальянская кухня. И итальянская, ну, и терияки тут промелькнулась, значит, японская тоже, как можно сказать. Ну, да, пасты, я имею в виду, они легкие приготовления. А что вообще фигуристы едят перед тренировками, чтобы, ну, после, наверное, белок, да, какой-то салатик там? Да, да, перерывы. И, например, опять-таки, очень много сейчас катков для обычных людей, не фигуристов, да? Так, а мне сюда кидать, как можно? Или все в одном? Я думаю, что у нас поместится в одном, наверное, я потом помну эту вилочкой, и будет у нас как раз тот самый галкамоли, который мы хотели. В общем, и там очень много всяких едалин, прям можно в коньках прийти поесть, вот, чтобы вы рекомендовали, чтобы все-таки легко порхать по льду, а не ползать потом такой гусеницей тяжелой. Ну, если говорить про завтрак, то на завтрак, там, ну, яйца, кашу, как, да, как, в принципе, рекомендуют врачи, а на обед? Ну, лишь для меня прекрасный обед – это куриный бульон я кушаю и какой-нибудь белок, сок мяса, например. Хотя лучше мясо с овощами, но овощей, как таковых, не всегда можно достать, поэтому бульончик и мясо насыщаются, они так тяжело. Вот, про овощи. Не могу не заметить, что мы каждый эфир рекомендуем, и так же, как и Всемирная организация здравоохранения, взрослому человеку съедать 400 грамм овощей в день. Есть ли какой-то диетолог у фигуристов? Или вот у вас личный какой-то… Если только фигуристы сами идут к диетологу, сами находят себе, но как такового диетолога в сборной нет, потому что как-то у нас с детства тренеры учат, как нужно правильно питаться. Они просто не дают есть. Насколько я помню, правильно питание заключается в этом. Я помню, у нас тренера оборачивали полиэтилен и гоняли вокруг мостов бегать через там. Да, полиэтилен знаю. Хотя это, на самом деле, по последним данным, так скажем, не особо полезная история. Это не по последним данным, это, в принципе, не полезно. В моем детстве как-то о пользе никто особо не задумывался. Главное, нужен был результат, и результат был, поэтому все как бы… Так, пока я тут… Да, давайте я что-то… Я вот попрошу порезать немножко зеленого рук, а мы сразу начнем приготавливаться, так сказать, к тартару. Всегда интересно, как профессиональные спортсмены, во-первых, проводят свой отпуск, что там выбирают, например, полежать где-то у моря или поехать в горы, например, еще какого-то экстрима добавить. Или хватает? Не, ничем не увлекаюсь абсолютно, все фигурное катание… Не съедают все время. Все мое время съедает, остается время только там встретиться с друзьями иногда и сходить в кино там… Мы сделали подложку для тартаров – это глакомоли. Глакомоли мы сегодня делаем без кинзы, потому что иногда нужно идти навстречу вкусам не только того, кто придумывает меню, но и того, кто будет это есть потом. Поэтому у нас сегодня такой лаконичный рецепт, там только хорош спелый авокадо и сок лайма свежевыжатый, который мы прямо туда выжали. Это будет служить такой у нас основой для тартаров. И начнем мы с того, что должно примариноваться лучше всего. Это лосось. Мы его сейчас порежем такими кубиками. Так, лук еще резать? Я думаю, хватит. Угу, все тогда. Тогда мы его в сторонку пока отодвигаем. А, этот… петрушку? Укропчик, да, можно чуть-чуть, а укропчик можно… Как стесная, развирайся. Готовки. Вообще, на самом деле, незаслуженно обиженные обе травы, что укроп – это петрушка. Зачастую модные повара наши ее не используют, какую-нибудь другую траву, но… Сейчас уже получше стало, но раньше-то считалось, что типа укроп такой, какая-то савдеповщина. Это не так, он не только к картошке подходит, а, например, вот к нежному гребешку прекрасному. Сегодня я поняла, насколько извинился дворец спорта юбилейный. Похорошел, так сказать. Да, после чемпионата мира по хоккею там прям его… А вот ходите ли вы на какие-то другие спортивные состязания? Вот, например, может быть, за футбол болеете? Да, я иногда хожу поболеть за нашу команду «Зенит». Есть любимые игроки? Можем пригласить их на ваше шоу. Мне нравился Маркезио, но я уже и записала с ним видео, но, к сожалению, закончила и все. Ну, может быть, стоит присмотреть какого-нибудь нового себе друга в «Зените». Надо присмотреть. Будем зажигать, будут приглашены другие известные спортсмены. И также будет продаваться вот мой мерч. Что-то не все как бы… Не только кофты в Мексике мы сделали, есть еще другие вещи. По секрету скажу, что видела там такое как бы с имперскими некими замашками. Ну, собственно, недаром я сегодня говорила, что мы пришли в гости к «Снежной королеве» или там, например, как есть всякие хэштеги в Инстаграме, там даже «Шальная императрица». Насколько я знаю, у вас шоу, оно именно построено на каких-то номерах, да, отдельных? На отдельных номерах, да, будут такие более, может быть, современные номера, специальная тематика именно зажигать, чтобы было весело, задорно. Как-то люди живые такие сидели на трибунах. Вокруг меня будет строиться шоу, я практически не буду уходить со льда, мне кажется, но… Сколько по времени длится? А я не думаю, что будет долго, я думаю, это часа полтора-два, но как классическое шоу. Полтора-два вообще, в принципе, для практически сольного выступления, это даже топ для тех, кто, например, поет на сцене, не только катается, в принципе, я считаю, это очень круто. Мне кажется, должно получиться весело, так, по-дружески, со смехом. Посмотрев ваши выступления показательные, я могу сказать, что я в этом абсолютно точно уверена. Сегодня пересматривала перед съемкой танец на песне «Дестинейшн Калабаре» в таком очень смелом костюме. Вот скажите, остались ли еще в фигурном катании правила о том, что не на показательных выступлениях запрещены раздельные костюмы? Или это уже все в прошлое? Нет, сейчас нет такого правила, насколько мне известно. То есть нет ограничений? Да, сейчас у нас юные спортсменки переодеваются. В свое время штрафовали, снимали баллы за программу из-за того, что, типа, ненадлежащий какой-то костюм был. Да, помню такие времена. В 85-м году Катарину Витт, например. А, дальше не помню. Всегда вводят какие-то ограничения после того, как один спортсмен что-то сделала не то. Да, вот сальто, например, двойной назад. В каком-то там тоже дремучем году это ограничили, но Цурья Банали была такая спортсменка. Она прыгнула, когда завершала карьеру, и было уже без разницы, и она все-таки его сделала прямо на какой-то короткой программе. Ну, возвращаясь в современное фигурное катание, у нас, например, разрешили музыку со словами, то есть можно брать песни. Да, это буквально недавно, по-моему, сделали. Лет, да, наверное. Ну, не совсем недавно, то есть уже цикл олимпийских, уже несколько олимпийских циклов, по-моему, прошло. Так, что я сейчас делаю? Я взяла немножко васаби, главное не переусердствовать, и мы вот так вот помяли немножко гребешка, вот он васабил, и добавим туда укроп. Немножко сока лайма выжмем, посыпаем гребешка петрушечкой. Ой, теперь уже я нажала укроп петрушкой, вот это заразно все-таки. Так, столько хватит петрушки? Укропа. Да, хватит. Фишка сегодняшнего выпуска будет. Такая глупая фишка. Скоро предстоит ваше участие, насколько я понимаю, в финале, да, в Лейдис Трофи, и там будет какой-то маленький залит каточек. Да, это будет, мне кажется, пластиковый лед, очень небольшой, такого опыта у меня еще не было на выступление, поэтому я немножко с волнением предвкушаю это выступление. А какой там запланирован номер, какой-то новый будет или что-то переделывать будете под... Я буду катать там три номера, Toxic, Shallow и Destination Calabria, поэтому... То есть саксофоны, барабаны... Да, мы решили взять... И тот самый зеленый костюм. Да, 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 именно его, чтобы как-то эффектно все это показать на таком маленьком участке, пришлось прибегнуть к самым эффектным показателям, которые у меня есть. Кто не видел это выступление, найдите, пожалуйста, в YouTube, посмотрите, это очень круто, я прям впечатлилась. Это, мне кажется, возвращение к таким традициям фигурного катания какого-то прошлого, да, когда были номера показательные, были праздником для зрителей, и все ждали именно показательных выступлений. Сейчас осталось такое желание людей именно присутствовать на показательных, потому что множество раз, когда я ездила на соревнования, на соревнования приходило меньше людей, чем на показательных. Тут, во-первых, шоу нет, а во-вторых, мне кажется, еще такой момент, те, кто действительно фанаты, переживающие за своих кумиров, уже когда показательные выступления, уже, в принципе, не за что переживать, уже все решено. Можно просто наслаждаться красивым катанием. Я немножко сейчас отвлекусь на нашего лосося, мы его перемешали с зернистой горчицей, там уже добавлен зеленый лук, я напоминаю. Туда добавим немножко соуса терияки, он как раз хорошо подружит горчицу кисловатую своим сладким вкусом, так сбалансирует наш тартар из лосося. Этот мы тартар тоже отставляем в сторону, наш укроп, который притворяется петрушкой, тоже готов, и нам осталось разобраться с тунцом. Я его уже порезала тоже такими маленькими кубиками, мы решили туда не класть зеленый лук, мы его посыпем смесью кунжута. Ну вот и нет, с кунжутом потрясающее сочетание. И кунжут, повторюсь, это отличный источник кальция. Столовая ложка кунжута в день, она очень хорошо покрывает недостаток. Это соус терияки, да? Это терияки, это кунжутное масло. То есть у нас кунец будет супер кунжутный. Кунец в тунжуте. И вот возвращаясь к вопросу о том, опасно ли есть сырую рыбу, если она замаринована в каких-то продуктах, которые уже делают продукт не сырым, а маринованным, никакой опасности нет. Главное соблюдать гигиену приготовки, выбирать хороший изначальный продукт и съесть его сразу после приготовления свежего. Ну что ж, наступает кульминационный момент нашего шоу. Во-первых, мы начинаем выкладывать все хоккейные терминологии, шайбочки такие. Берем глакамоле и выкладываем его вниз. Его надо распределить. На три хватило. И мы подходим еще и к такой кульминационной части. У нас будет розыгрыш хороших призов интересных. Это будет сразу два конкурса. Один будет проходить в группе «Спорт день за днем» ВКонтакте. Другой конкурс будет проходить в Инстаграме. В первом конкурсе мы разыгрываем два билета на шоу Елизаветы Токтамышевой. Во втором конкурсе мы разыгрываем мерч. Возможно, это будет какой-то другой. Там не единственный есть принт. Да, там будет два принта и какой человек играет мы пока не знаем. Но это будет все равно красиво. Вот один вы видите и второй еще загадка для всех вас. Для меня нет. Для того, чтобы стать участником этого конкурса, нужно, естественно, посмотреть этот выпуск шоу, чтобы узнать ответ на вопрос, который я задам сейчас. Вы уже, естественно, кто смотрел наше шоу, примерно представляете, куда я клоню. Но Елизавета еще не в курсе. Так вот, внимание, вопрос. Елизавета, представьте. Вы вдруг узнали, что вам предстоит на неопределенное время оказаться на необитаемом острове. И вам разрешат заранее определить, какие три продукта вы можете взять с собой на этот остров. Ну, я бы, наверное, взяла какие-нибудь спагетти, если что, их сварить. Или кашу. Ну, то есть, чтобы можно было не только супчики, не мясо, а кошки, чтобы были какие-то углеводы. Ну, мясо, я думаю, я бы нашла. Ой, как красиво. Наверное, я бы взяла картошку. Вот, еще один углевод. Так мало. И последнее, что я бы взяла, это, наверное, плитку шоколада на всякий случай. И когда я бы грустилась за то, что я одна на острове, я бы подольчики кушала, и мне бы становилось лучше. Картошка, спагетти, шоколад. Принято. Картошка, спагетти, шоколад. Дорогие друзья, смотрите. Причем думают спортсмены, собственно. Кстати, да, это хороший ответ на вопрос, чего не хватает в рационе спортсмена профессионального. То, что ему не разрешает обычно еда. Еда нужно выкладывать так и утрамбовывать, чтобы оно так, ну, когда уже выложится, и нам нужно еще на третье оставить. Я поняла. Чтобы грамотно распределить наш ресурс. Это как раз подготовка к десантированным и набитаемым островам. Есть у вас какие-то дополнительные там виды нагрузки, допустим, помимо тренировок, там, может, зарядка какая-то специальная, или вы, например, ходите расслабляться куда-то там в баню на массаже? Ну, да, я люблю ходить в спа или в баню, потому что без этого никак, так как физическая нагрузка очень серьезная. Иногда один массаж не спасает, и выходные сходить в спа, пропариться, прекрасная идея и возможность, если есть, поэтому она восстанавливает и душой, и телом. То есть не зря наш народ очень любит баню, она действительно тебя другим человеком уже делает, и в конце ты чувствуешь себя прекрасно и готов к следующей трудовой идее. Я надеюсь, что наше сегодняшнее высоко белковое и богатое хорошими жирами блюдо с правильным сочетанием ингредиентов поможет восстановить силы после сегодняшней тренировки. Теперь ее нужно так немножко подтрамбовать, чтобы наша шайба, моя вот уже ползет куда-то внизу, но лосось он в этом плане менее хорош, то нет, все-таки более плотная рыба, шикарно, по-моему, получилось, и сейчас нам осталось сделать третью шайбу. Но я вот люблю готовить, когда есть, ну, еще какой-то человек. Ну, теперь, мне кажется, появилось коронное блюдо новое, целых три. Да, я с удовольствием дома как-нибудь приготовлю это все. То есть, когда я одна, мне не так интересно, вот если с кем-то, прям это как такое... С кем-то, в смысле, командной работы или для кого-то конкретного приготовить, чтобы попробовать? Ну, и для командной работы, и вот для кого-то. Я думаю, что вы можете теперь Алексею Николаевичу приготовить тартары, и он поймет, что не зря мы мешали вам на тренировке. Я попробовал тартару, что это очень большой риск, попасть в положение, когда твой тартар не сам может. Я уверена, что среди них не было тартара, который готовил его ученик, поэтому... Ну, возможно. В данном случае это будет особенное блюдо. Нет, на самом деле я очень люблю, да, тартар, как я уже говорила. Всегда, если я иду в ресторан, то я обязательно для начала заказываю тартар. И вы прям попали под мои вкусовые пожелания. Наше тройное, так сказать, блюдо готово. Тройное даже, я бы сказала, не тройное, а тройное с половиной, потому что у нас еще половина каждого тартара составляет галкамоле. Да. Так что, мне кажется, очень по-фигурному, тройной с половиной, можно сказать, практически прыжок. Прыжок к вкусному и полезному и красивому ужину, приготовленному совместно с чемпионкой мира Европы Елизаветой Токтамышевой. Спасибо большое. Вам спасибо, что позвали. Интересная возможность была и поготовить, пообщаться, потому что это первый мой раз, когда я что-то делаю еще в разговоре с журналистом. Все приходите смотреть «Лэдис Трофи», приходите на шоу 9 марта, смотрите наш выпуск, обязательно участвуйте в конкурсе, ешьте больше овощей, устраивайте себе такие красивые ужины. Гастрономические ужины. Всем глакомоле! Ура! Настало время попробовать, наконец-то, наш шедевр, и я попробую, наверное, начну с лососем. Запах, в основном, мне кажется, от гакамоля идет, потому что там самый сильный аромат лайма. Для тартары, на самом деле, миллион заправок, но мы выбрали такие, очень эффектно выглядящие, очень, мне кажется, подчеркивающие. Это потрясающе. Да, мы можем, даже, наверное, пора уже дипломы какие-то в конце шоу, да. Испожа продюсер, подумайте над этим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...